Заплатили за окна, но установщиков так и не дождались. Рынок производства и монтажа пластиковых окон продолжает оставаться в Новосибирске зоной повышенного риска для покупателя. Высокие технологии и стандарты качества в этой сфере идут рука об руку с договорным несовершенством, несоблюдением сроков, а иногда и откровенным мошенничеством. Как избежать обмана, расскажет Юлия Растюженко. Вот хотела застеклить балкон, чтобы дождь не шел на балкон. А получилось, что ни балкон, а ни денег. Рекламу компании «Евростандарт» Галина Федоровна увидела по телевизору. Обещали сделать дешево и быстро. Еще в октябре. Деньги и впрямь взяли быстро, предоплату. А вот с монтажом как-то не пошло. Это окно поставили. Три месяца прошло. Ну три месяца, а не девять месяцев, как балкон. Все эти три месяца рама стояла в коридоре. Наконец приехал монтажник. Да вот беда. Окно утонуло в проеме. На 8 сантиметров не хватает ширину. Вы меня простите, пожалуйста. Я приеду только завтра. Потому что мне нужно взять уголки, добавить к этому окну. Тогда только сделают. Ну так, какие замеры. Без замеров, с опозданием, но окно все же поставили. А вот балкона пенсионерка так и не дождалась. Хоть и отдала за него задаток. Чем больше вы дадите денег, задаток, тем быстрее вам сделают. Потому что мы заказываем окна. Но я говорю, ну конечно. А какой разговор? Потому что на балкон уже деньги отложены. И все, давайте. Я ему отдаю 23 тысячи. 9800 у меня остается долг. Так и осталось с квитанцией об уплате и с договором. Но без услуги. Оказывается, нету их. Пропали без вести. Звоню по их телефону, который они давали. По телевидению я телефон-то брала. Отвечают, что такие номера не зарегистрированы. Куда идти? Кого что спрашивать? Где искать? Если бы я ходила, я вот только с ходунков вылезла. Соседка Галины Федоровны искать пыталась. Она тоже купилась на рекламу и тоже осталась несолонохлебавшим. Люди жалуются. Люди толпами стоят. Почему сейчас нельзя написать заявление, чтобы приехала прокуратура и их взяла, пока они там кто-то есть. Не имеете права. Договор и впрямь составлен так, что претензии предъявишь не скоро. 80 дней на оказание услуги. Пенсионеры в таких тонкостях не разбираются. И бумаги подписывают не глядя. Ну и когда кончились эти 80 дней, у меня 25 декабря, и как мы начали ездить, там еще женщина одна, народ, и уже там никого не было. Выходит, даже претензию подать некуда. В договоре указан адрес. Тополевая 3, офис 213. Туда и отправляемся. Здесь девушка одна сидит у них. Они давали в рассрочку и иногда приносят бабке деньги. А так-то их нету здесь. Мы не знаем. Мы бы сказали вам где, но мы не знаем где они. Они нам тоже не говорят. Это соседи по офису. Идем к той самой девушке. Вы какую компанию представляете? Новосибирская сцена компания. Я к еврофтендарту отношения не имею. То есть за окна не с вами рассчитываются? Безрезультатно. Впрочем, следы пребывания евростандарта тут все же остались. Вот здесь вот осталось даже окошко. Наверное, может быть, даже его еще куда-то установят. Будущее этих храм неизвестно, как и место пребывания их владельцев. Никаких признаков того, что за этой дверью находится офис компании евростандарт, сегодня нет. Ни вывески, ни режима работы. И дверь, как видите, закрыта на замок. Такая игра в прятки и невыполнение обязательств по договору в сфере установки пластиковых окон – случай нередкий. Нынче рынок этот переполнен аферистами. Жалоб на качество работы и откровенный обман – сотни. Сегодня эта доля составляет 20% от всего количества обращений на услуги. Эта позиция у нас стоит на первом месте среди всех услуг. По словам специалистов отдела по защите прав потребителей, на рынок пришли нерадивые исполнители услуг. Ставку они сделали на доверчивых, невнимательных и юридически неграмотных. Информацию о своих услугах подобные компании распространяют самым простым способом. Дают бесплатные объявления в дешевые рекламные газеты, печатают простые буклеты и закидывают их в почтовые ящики, где их обязательно найдут пенсионеры. Договоры подписывают толком не читая. Уже потом выясняется, что там много пунктов, ущемляющих права потребителя. Что это может быть? Вы оплачиваете нам 100%, а в течение 300-365 дней мы вам установим окна. Что это значит? Сегодня предоплата, а через год, может быть, вы что-то получите. Примечательно, что наказать предприимчивых дельцов непросто. В возбуждении уголовного дела отказывают, нет умысла. Мировые судьи тоже не берутся рассматривать. Им нужен точный адрес конторы. От обязательств фирмы не отказываются, но и не выполняют. А время идет. Люди устают бегать по инстанциям на то и расчет. Так что единственный способ безопасного остекления – не доверять, а проверять. А уж потом платить. Юлия Растиженко, Константин Менин. Итоги недели.